Практика в школах привычное дело для студентов факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. В этот раз встреча со школьниками прошла в стенах Центра образования номер 109. На повестке дня тема толерантности. Как можно стать толерантным человеком и что для этого надо делать? То есть, прежде всего, уважать другую культуру, понимать ее, знать историю. И своим примером Берениса и Ивана, которые приехали из других государств, они пытались именно убедить ребят, что вы нас понимаете, значит мы можем дружить. И я думаю, у них это получилось. Встреча прошла в формате круглого стола, в рамках которого собравшиеся активно обсуждали проблемы толерантности, задавали вопросы и вместе отвечали на них. Студенты из других государств подготовили презентации своих стран, чтобы познакомить школьников со своей культурой и историей. Мы не понимаем друг друга, мы не уважаем друг друга, из-за того, что мы думаем, что если разные, о чем наши точные зрения, это на самом деле плохо. А я попробую делить свой опыт, то, что, например, я приехала в Россию, и все здесь по-другому. Но это не значит, что лучше или хуже, чем в моей стране. Я хочу, чтобы люди попробуют быть открытыми и удалить в голове такие стереотипы и начинать с нуля. И попробовать понимать, уважать традиции друг друга, от того, чтобы мы могли жить в порядке. Школьники центра образования не остались в стороне и подготовили собственный проект. Проблема толерантности очень актуальна, так как в России, Россия – это многонациональная страна, и в нашей школе более 50 национальностей. И если люди не будут уважать друг друга и будут плохо относиться к другим народам, то взаимопонимания не будет между другими народами, и тогда не будет дипломатических, вообще хороших отношений между народами. Студенты, в свою очередь, подготовили для школьников небольшой концерт. Ребята с нетерпением будут ждать новой встречи. Евгения Городилова, Михаил Хабин, Новости Товарудан.